Мы поговорим о такой вещи, как умные города, и о больших данных, которые эту сущность питают. Тема достаточно громкая и не сходила вообще с конференционных подмостков, наверное, лет пять назад. Я помню, что хорошим тоном любой какой-нибудь крупной страновой или даже региональной конференции была экскурсия, которую включали в программу, когда, например, гостей отвозили и показывали какие-то элементы умного города в том месте, куда они приезжали. И это всегда было предметом большой гордости организаторов. А потихоньку любая технология с вершины хайпа переходит на плато продуктивности, как мы хорошо знаем, от исследовательского бюро Гартнер. И вот сегодня я хотел бы поговорить о том, куда все это пришло, каких перспектив мы ожидаем и как это влияет на нашу жизнь. Для этого мы пригласили сегодня трех спикеров. Это Глеб Шуклин, директор Ассоциации Больших Данных. Глеб, привет. Это Карен Казарян, директор по аналитике АНО «Цифровая экономика». И Андрей Ярных, GR-директор компании «Скиллстав». Глеб, начну, наверное, с тебя. Поскольку у нас разные слушатели, по-разному погруженные в эту тему, не могут и в самых общих чертах обрисовать вообще, что это за отрасль. Да, и что мы понимаем вообще подобными городами, а как это, чего мы ждем от этого объявления, как оно должно на нас повлиять, чтобы немножко погрузить нас, а потом мы, собственно, поговорим подробнее о разных аспектах этого. Добрый день, коллеги. Миша, очень сложная задача, конечно, ты мне поставил в самых общих чертах, в двух словах рассказать про такие большие отрасли, как большие данные, умные города и, наверное, здесь же еще и искусственный интеллект. Ну, я постараюсь, постараюсь, да, не слишком растекаться по древу, может быть. Ну, что такое умный город, как любое явление с приставкой «умный», да, мы его считаем умным, когда он похож в своем уме на нас. В данном случае, наверное, я бы так по-простому сказал, что умный город – это такая инфраструктура городской среды, в которую мы делегируем часть принятия некоторых решений. Ну, да, обычно мы, люди, где-то живем, принимаем какие-то решения самостоятельно, делаем какой-то выбор, пойти направо, пойти налево, какой маршрут выбрать, по какой стороне улицы пройти и в какую урну выбросить остаток от мороженого, если оно мне не нравится. Вот, и вот все эти части, когда мы их выгружаем из собственных модулей интеллектуальной обработки, да, из вот этих вот лобных долей, мы их делегируем, соответственно говоря, своему окружающему пространству. Ну, и таким образом как бы расширяем, на самом деле, схему своего тела и своего мышления, ну, так если совсем философски. Соответственно, когда город и городская среда и все инструменты, которые ее наполняют, это делегирование на себя принимают и становятся достаточно смышленными в принятии таких же решений, которые мы привыкли принимать и принимают их за нас, Ну, тогда мы начинаем называть такой город умным, может быть, даже с ним коммуницировать в какой-то момент. Что нужно для того, чтобы город стал умным? Ну, это не только правильное приложение каких-то технологий инновационных, да, это там и солнечные панели, и какие-то умные, новые умные устройства, датчики, сенсоры, коммуникации и все остальное. Это обязательная составляющая, да, сами технологии. Есть большая часть, которая связана с доступностью данных. И тут вот эта сфера, в которой я в большей степени являюсь специалистом. Не секрет, что Homo sapiens стал гораздо умнее в тот момент, когда наросли модули, которые получают доступ одновременно ко всем данным в нашем теле. Вот когда мы можем одновременно, так сказать, видеть и чувствовать самые отдаленные уголки нашей внутренней планеты, да, и принимать решение основываясь не на каком-то фрагментарном виде не картины мира, но видя ее всю целиком. Соответственно, наше прогнозирование, ну, даже чисто стереометрически, чем выше мы поднимаемся, чем дальше мы можем видеть. Тут ситуация ровно такая же. Чем больше данных в один момент времени мы можем получить и обработать, проанализировать, тем лучшее решение мы можем принимать в отношении, собственно, того, какие технологии можно было бы использовать. И как их сочетать с тем, чтобы принятие тех самых решений, о которых я говорил вначале, было максимально удобным для нас, похожим на наши, а может быть, даже и лучше, чем наши. Все-таки город – это большой организм, наверное, способен в силу громадного количества связей, может быть, даже стать умнее, чем самые умные из нас, которые живут внутри него. Если так прям совсем по-простому, то есть две основные составляющие – это данные, которые должны быть собраны и быть доступны, и технологии, которые помогают результаты анализа и обработки этих данных притворить в некоторые ценности для горожан. А это определенного рода ценности, потому что городская среда, городское хозяйство – это особый, скажем так, режим жизнедеятельности человека. Он сильно отличается от сельского, и со временем отличается все сильнее и сильнее. Чем крупнее становятся города, тем сильнее они отличаются от не-городов. В этом смысле можно даже на нашей сессии, сегодня называется Big Data for Smart Cities, да, можно было бы даже сказать, что Smart Data for Big Cities, потому что когда город очень большой и крупный, ценность данных, технологий, его, скажем, очеловечивание, интеллектуализация, она приобретает очень-очень высокую значимость. Если говорить о том, каких конкретных приложениях города могут становиться умными и в каких конкретно сферах городского хозяйства они могут быть применены, то это в первую очередь планирование и управление самим городским хозяйством, включая вовлечение жителей, это безопасность разного рода, включая там видеонаблюдение, аналитику трафика, преступности и так далее. Это инфраструктура, сервис, инфраструктура, это может быть и транспортная доступность, и пешеходная, это окружающая среда и загрязнение, и все, что с этим может быть связано. Ну, это экономика и бизнес, потому что город, это большая-большая тоже важная среда, не только для личных социальных связей, но и для связей экономических. Вот, я не знаю, я, наверное, здесь остановлюсь. Ага, хорошо, да-да-да, мы на самом деле делаем это в живом абсолютно формате, поэтому, на самом деле, и вопросы, и комментарии от других спикеров тоже приветствуются. В самом конце мы дадим нашим слушателям возможность задать тоже какие-то вопросы, сейчас вы можете их писать в чат, мы потом их все соберем и стараемся ответить. На всякий случай у меня просьба ко всем участникам тоже пока держать свои микрофоны выключенными, чтобы просто не нарушать эфир. Спасибо большое, Глеб, это такой, ну, достаточно общий, но в то же время понятный обзор, то есть это попытка какие-то все процессы, присущие городу, обычной его какой-то жизни, во-первых, я так понимаю, цифровизовать, во-вторых, попытаться автоматизировать и как-то друг с другом пожелить, чтобы они не противоречили, учитывались и составляли собой некий большой генеральный план. Я так понимаю, да, если говорить об этом кратко. Да, очень-очень, да, сжато. Да, спасибо большое. Я не зря в начале выступления упомянул так называемый, да, цикл Гартнера, который показывает обычно зрелость технологий, то есть сначала обычно возникает неинтерес, она возносится на вершину, которую в самом этом аналитическом агентстве называют хайпом, потом наступает некое зачарование, по крайней мере, по их мнению, и затем она выходит на плату продуктивности и становится частью какого-то технологического мира, который нас окружает. Очень интересно, в каком состоянии это сейчас. Карен, не мог бы ты прокомментировать, если у тебя есть такие сведения, в каком цикле этой кривой это сейчас? Можно ли это считать уже какой-то устоявшейся технологией, которую мы используем, либо планируем использовать уже на каком-то постоянной основе, либо это пока только некие мечты о таком прекрасном будущем, которое нас ждет? Смотри, тут какая история. Ты вот действительно там говорил, вспоминал какие-то там 10 и больше лет назад истории с какими-то пилотными проектами и так далее. Есть, да, рейтинг умных городов, составляется каждый год, там чуть меньше 200, по-моему, если не ошибаюсь, городов в рейтинге. И нужно понимать, что все эти города – это города, где внедрены комплексные решения. На мой взгляд, с термином «умный город» произошла злая шутка, как во многом и с искусственным интеллектом, наверное, происходит сейчас. То, что закладывалось 15 лет назад, и то, что сейчас закладывается в этот термин – это два разных технологических уровня. Если мы 15 лет назад по большому счету говорили о процессах цифровой трансформации городского хозяйства, мы говорили о внедрении цифровых технологий, о внедрении тех же интернетовещей, внедрении везде интернет как такового, коннективити, сборе данных, использование этого все в управлении городском хозяйстве, – это, в общем-то, в любом крупном городе есть управление светом, управление трафиком, управление светофорами, камерой, можно перечислять долго, да, системы различных городского хозяйства, городской среды, медицина, муниципальные услуги и так далее. В общем-то, это вопрос решенный. А если чуть там шире брать рамку, то там в России, например, 250 с лишним городов, где хоть какая-то лоскутная система есть, где, например, есть камеры умные, где есть какое-нибудь управление, там, не знаю, светофорами, освещением, и где есть цифровизация самоуправления городским хозяйством. Сейчас, когда говорят об умном городе, больше говорят о том, что мы, окей, мы все цифровизовали, это уже как факт. У нас даже там, возможно, там какой-нибудь цифровой двойник есть в основных системах города. А дальше-то что? Дальше нам нужно внедрять технологии того же искусственного интеллекта, того же там анализа данных управления на основе данных, чтобы получать какое-то дополнительное качество от этого, будь то экономическое качество, будь то качество жизни граждан, будь то там экология, эффектов там тут много. И вот этот этап, ну, наиболее оптимистичные аналитические агентства говорят, что там пройдут где-то города из этой же, как бы, 180-200 там, только где-то к 30-му году. Вот умный город сейчас, это научиться всем вот этим цифровым хозяйством не просто, да, там управлять, но получать некий новый вэлью, в том числе на основе технологии искусственного интеллекта и обработки данных. Ну, вот, кстати, ты предупредил мой следующий вопрос, который, наверное, мне нужно было бы задать в своем начале, потому что все, ну, то есть описание умного города звучит, как будто бы так self-explain, да, то есть как будто бы становится понятно, что имеется в виду. И в то же время мне всегда было интересно, как люди, которые задумывают такие проекты, или которые реализуют их, которые принимают эту работу или ставят на них техническое задание, как они формулируют себе ответ на вопрос, зачем мы это делаем, какую именно задача, какая именно задача решается вот таким способом. Ну, то есть можно говорить о повышении эффективности, наверное, в каких-то конкретных цифрах, но, как ты правильно отметил, в принципе, эту задачу решили путем цифровизации во многом, да, и дальнейшие шаги, прежде чем их начать делать и смотреть, куда это будет все развиваться, нужно ответить себе на вопрос, что же мы хотим получить, каков образ этого прекрасного будущего. Вот есть ли вот в этих аналитических агентствах, которые ты упомянул, да, и в их прогнозах о том, что в 30-м году у нас появятся первые результаты, есть ли в них описание, как эти результаты 30-го года будут выглядеть, что именно будет представлять собой умный город того времени, вот этого второго технологического клада, который ты упомянул? Ну, да, на самом деле есть. Тут как бы картина... Значит, у нас инфраструктура интегрирована в единый цифровый контур, во-первых. Во-вторых, у нас есть, по сути, цифровой двойник города с всеми его системами, которые позволяют в реальном времени видеть все, что там происходит и реагировать на это. Третье. Во всех основных подсистемах, там, будь то безопасность, будь то управление городским хозяйством, там, будь то взаимодействие с гражданами и так далее, значительно, если не основная работа, исполняется, по сути, автоматизированными системами под контролем, либо под наблюдением человека. И четвертая история, она, на самом деле, отдельно стоит от всех остальных, потому что мы до сих пор говорили про существующие города, на которых эта инфраструктура создается. Эти же агентства говорят про появление новых городов с нуля, построенных по новым принципам. И эти принципы, достаточно очевидно, будут другими. И там, планирование городского хозяйства и так далее. Потому что нету багажа в виде той инфраструктуры, которую им придется выносить в будущее. Которую придется вытаскивать из каменного века. Да. Интересный вопрос, но я думаю, что мы оставим его чуть подальше на дискуссию. Есть кое-что сказать из своего собственного опыта. Ну, сейчас я, наверное, перейду к Андрею. И Андрей представляет компанию Skillstaff, однако у него огромный опыт и в информационной безопасности, самых разных ее аспектах, и большой опыт, в том числе, в работе в качестве специалиста по GR, то есть по работе с государством. И на самом деле у меня целых два вопроса, и оба касаются вот этих вот двух разных, да, ипостасей. И я, если ты не возражаешь, задам их сразу два, и потом как-то вот будем по очереди с ними разбираться. Но первый, самый очевидный вопрос про безопасность, потому что мы знаем, что, с одной стороны, цифровизация облегчает жизнь и работу практически с любым элементом нашей жизни. С другой стороны, это добавляет как будто бы еще один контур безопасности, который проходит уже не по физическим границам, а по неким цифровым, да, то есть это утечки данных или возможность некого внешнего вмешательства, и появляются некие дополнительные риски, некое дополнительное свойство у какого-то объекта, которым он не обладал раньше, будучи чисто физическим. И, как мы знаем из теории управления рисками, да, любой риск у нас определяется произведением двух величин. Первое – это вероятность его наступления, а второе – это потенциальный ущерб, который можно получить в том случае, если произойдет что-то не так. Так вот, умный город по степени вовлечения всех систем, которые отвечают за его жизнь, включая транспорт, не знаю, электричество, водоснабжение и прочее, он как будто бы открывает какой-то бездомный колодец потенциальных рисков, которые могут тут случиться, и как будто бы он предъявляет огромные требования, дополнительные, совершенно фантастические требования для того, чтобы эту безопасность обеспечить, обеспечить возможность управлять всеми этими системами только тем, кто авторизован, и так далее, и так далее. Поэтому вопрос я задам немножко, скажем так, с подковыркой. С одной стороны, примерно понятно, что нужно сделать, с другой стороны, как же сделать так, чтобы все вот эти необходимые меры безопасности, которые необходимо принять при работе с такими системами, не задушили бы саму идею цифрового умного города? Как бы сделать так, чтобы все эти заборы, которые нужно построить вокруг этих цифровых систем, не заперли бы этот город в своем собственном законе? Подскажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Ну, отчасти ты уже в вопросе дал определенный ответ, то есть как бы здесь понятно, что нужно этой темой заниматься, и зачастую, конечно, смарт-сити, это не тождественное понятие, сейв-сити умный, не всегда безопасный, к сожалению, потому что в определенный момент накапливается большое количество данных, опять-таки, как Карен правильно говорила, если цифровизация и смартизация города идет, накладывается сверху существующей инфраструктуры, то возникают тяжелые эффекты устоевшей автоматизации предыдущей или тяжелой инфраструктуры, которая была перед этим, и зачастую проще, что называется, построить заново, чем модернизировать старые объекты, цифровизировать. Тем не менее, процесс идет, и, конечно, здесь есть определенные сложности в той части, что вся безопасность, которая сейчас рассматривается в большей своей степени, является наложенной безопасностью, то есть берется инфраструктура, берется определенные объекты, и сверху накладывается защита, накладывается антивирусная защита, безопасность, доступ и так далее. Свойством будущих городов должно стать несколько другой эффект, должен стать эффект иммунности определенной, то есть определенной заложенной безопасности на этапе конструирования, конструированной информационной безопасности, то есть вот некий иммунитет, который продумывается еще на этапе формирования такой инфраструктуры, понимания того, как это должно будет защищаться. Это очень непростая интервьюальная задача, потому что она должна опираться на отечественные технологии, на отечественные программные обеспечения желательно, на отечественную аппаратную часть и так далее, потому что вопросы доверенности и безопасности здесь являются ключевыми для государства, и применительно к городу они должны, естественно, быть в значительной степени локализованы. Вот, конечно, все это надо понимать, что все это накладывается на высокую степень автоматизации, доступности данных, и, соответственно, того, что возникают риски утечки данных, не только персональных данных отдельных людей, но и совокупных данных, а в совокупности они получают новые качества определенные. Вот, и, соответственно, действия взломышленников, которые раньше касались там отдельных персон, будут касаться или могут касаться инфраструктуры городов целиком, и это создает там дополнительные риски с точки зрения инфраструктуры и безопасности города в целом. Хотелось бы, конечно, видеть умные города безопасными, защищенными, более надежными, но вот практика даже вот недавнего сбоя, технологического сбоя Microsoft, или их, точнее, если вернее говорить, их технологического партнера, который просто проявил, выпустил обновление, там, один молодой человек просто пришел на работу и решил, что он сможет, удивить весь мир. Так вот, он действительно удивил, вот, одним махом всех. Вот, и в результате этого... В пятницу вечера. В пятницу вечера. Прямо такое ощущение, что вот злой умысел здесь просто прям, на мой взгляд, проглядывал, хотя всячески уверяет, что они по осторожности, но, тем не менее, в пятницу вечером ни одно доброе дело не делается. Это, в общем-то, пока любой сисадмит знает, на самом деле, как бы, на базе этого. Ну, вот, потому что возникшие проблемы пришлось все выезжать в пятницу вечером, в субботу и воскресенье, падая в синие экраны, ну, вот, и спасая тех людей, которые попали, там, в затрудненные жизненные ситуации в аэропортах и так далее. То есть умный город, он в то же время оказывается очень уязвимым городом. И вот эти процессы того, что фактически весь город пользуется инфраструктурой для частных пользователей, это является фактором высокой уязвимости. А я объясню, на самом деле, что говорю. Обновление того же самого Майкрософта частные пользователи получают прямо непосредственно из серверов обновления, напрямую, и сразу себе устанавливают. Если мы говорим про инфраструктуру, про промышленные предприятия, то, в принципе, все обновления должны тестироваться где-то в песочнице, проверяться на совместимость, насколько они устойчивы, не произошел ли какой-то сбой или ошибка, или конфликт оборудования и так далее. И после того, как убедиться, что в этой песочнице все в порядке работает, после этого раскатывать уже на инфраструктуру. Второй сценарий – это для промышленных предприятий, для критической инфраструктуры. Первый сценарий – это для частных пользователей, которые напрямую подключены к сервисам. У них, соответственно, меньше риски, хотя, конечно, каждому обидно, потому что называется, видеть синий экран перед собой, но разрушительные последствия вот этого гораздо меньше, скажем так, для инфраструктуры в целом. А тут выяснилось, что вся городская среда, причем во всех, во многих городах, во многих больницах даже, фактически используют сценарии защиты инфраструктуры для частных пользователей. То есть по-прежнему получают обновления напрямую и сразу же их устанавливают. Тем самым возникает вот этот риск того, что, не дай бог, что-то произошло, не дай бог, какие-то сбои, и все одномоментно оказываются. Вся инфраструктура превращается в тыкву, прям не дожидаясь 12 часов ночи. Ну вот, как у Зовушки. Поэтому, конечно, здесь вопросы защищенности, иммунности выходят на первый план. Ну вот, если там, соответственно, что-то рассказать про персонал, тоже потом, соответственно, смогу рассказать уже по своей второй части, касающейся занятий. Как появятся новые формы занятий. Да, обязательно. Ну, я бы хотел спросить еще вот такой вопрос, который касается, наверное, больше понимания настроений, например, государственных органов, поскольку мы все, и ты в частности, да, очень много с ними общаешься. Я просто очень хорошо помню одну из конференций, когда это было, когда эта тема вот только-только набирала обороты. Это было где-то году, кажется, в 2015. Я хорошо помню, что тогда компания Яндекс начинала делать свои первые сервисы, которые как-то оцифровывали город. Ну, то есть, приложение умный транспорт и так далее, и так далее. Я хорошо помню, как в кулуарах, когда выступали там представители или министерства, или каких-то других органов, муниципальных органов, специалисты Яндекса, джарщики Яндекса бегали за ними, просто дергали за рог, за локоть и говорили, пожалуйста, мы вас очень просим, откройте нам данные, сделайте описацию, дайте нам возможность получать просто информацию о работающих светофорах, о графике подачи воды, о том, о том, о сём. И тогда мы сможем, мы даже ничего у вас вообще не просим. Мы просто эти данные превратим в работающие приложения и отдадим их просто вот бесплатно, и чтобы просто люди там скачивали какое-нибудь приложение и могли, соответственно, делать свою жизнь легче, отслеживая, когда автобус придёт на мою остановку. Вот. Встречали тогда некое непонимание, потому что всегда есть некий вопрос безопасности, тем более, что эта отрасль, часто, довольно консервативная. Вопрос мой следующий. Как вы думаете, видите ли вы, что-то изменилось ли и как изменилось восприятие городских служб и городского управления, да, мэрии, муниципалитетов, которые, собственно, хозяева эти данные и заказчики таких систем в восприятии концепционного города, в их желании делиться такими данными? И, скажем так, каково состояние этого сейчас? Что-то ли сдвинулось ли что-то? Ну, я думаю, что вопрос ко всем спикерам, если есть что ответить или привести какие-то примеры. Пожалуйста. Давайте начну тогда. Давайте, да, конечно. На мой взгляд, конечно же, сдвинулось, и этому во многом способствовало и технологическое развитие, и то, что такие данные становятся, их становится просто больше в силу цифровизации. Не случайно цифровая экономика работала в этом направлении и создавала инфраструктуру для экономики данных, то есть для того, чтобы в дальнейшем использовать многочисленные электроны. Но, конечно, проблема есть, и проблема, наверное, касалась, по крайней мере, я был на одной из конференций, которая как раз касалась именно монетизации персональных данных, и там состоялось такое живое обсуждение, как же вот персональные, не персональные данные, а данные города есть, но как же их монетизировать, данные города? И в дискуссиях пришли к тому, что пока позитивный пример, это, наверное, в большей степени парковки. Вот с точки зрения парковок, довольно хорошо все монетизировать. Вот здесь и данные есть достаточно много, о их занятости, о их наличии, о их доступности. И в то же время есть определенный денежный результат, когда эти парковки занимаются, и, соответственно, приходит счет на оплату и так далее. Таких данных не так уж и много, и здесь надо просто понимать, как в максимальной степени их полезность, польза использовать. Потому что здесь действительно данные большого города, наверное, влияют и на самоуправление, на принятие решений какие-то ключевые по городу, и на, скажем так, на развитие инфраструктуры и так далее. То как это монетизировать и как это сделать? Ситуацию вин-вин, когда и город выигрывает, и мы же как жители выиграем от этого. И город, опять же, в свою сторону, кстати, заявлял, тогда я помню, что заинтересован в том, чтобы также получать данные обратно от крупных компаний, для которых они могли бы строить некое предвидение того, как будет развиваться инфраструктура коммерческих предприятий, для того, чтобы понимать, как это учитывать. В общем, это такой многовекторный, многосторонний процесс. И вот здесь мне, наверное, хорошо передать Паскарену, потому что здесь, наверное, в принципе, в будущем, он видит в будущем, как это будет в экономике данных. Потому что вот она, собственно говоря, та самая проблематика, с которой нужно будет иметь дело и умному городу, и всей стране. Ну, тут какая история. Есть Москва и есть все остальные. Конференция, про которую я рассказывал, проходила в Туле. Это я помню, в 2015 году. При этом, ну, при этом это даже почти по закону так. Есть Москва? Есть в Москве экспериментальный правовый режим в работе с данными и всем остальным, в рамках которого Москва внедряет технологии, собирает данные, использует их в искусственном интеллекте, обменивается ими с бизнесом, берет их у бизнеса, берет их в сотовых операторов, берет их у банков, отдает их, делает совместные продукты, делает медицинские исследования. В общем, все делает, что может делать, и что, может быть, и не нужно делать, но где-нибудь пригодится. Есть все остальные, у которых нет бюджета, ну, или если есть, он в разы меньший, и нет роскоши экспериментировать, где нужны понятные проверенные решения, которые подтвердили в том числе эксперты на цифровой канавке. Вот. Нет, ну, у нас есть, правда, каталог решений для умного города. Я не умоляю ни в коем случае ваши досуги. Ну, вот. И им нужно понятно, что вот это действительно работает, это дает какой-то эффект, кто-то его уже подтвердил, оно будет работать, и тогда нет проблемы внутри. При этом иногда бывают и какие-то очень суперпонятные локальные решения, которые, тем не менее, вот в этом конкретном городе, в этом конкретном городском там хозяйстве прям дали отличный эффект, и все рады и счастливы, и потратили еще в 10 раз меньше денег, чем если бы там заказали у какой-нибудь крупной IT-компании. Много, правда, таких историй много. Инновации идут, как мне кажется, с обеих сторон. То есть, и да, у нас мало ресурсов, мы пытаемся их как-то максимально оптимизировать и использовать. Пусть мы не замахиваемся на какую-то там всеобщую цифровизацию. Так и со стороны больших компаний-гигантов, которые могут себе позволить, не знаю, год там накачивать очередную нейронку данными, смотреть, какая модель будет эффективнее, и потом там внедрять ее в какой-нибудь там подсистеме городского хозяйства. Но такого, что вот нужно кому-то бегать за чиновниками, такого уже точно нет. Все все прекрасно понимают. Все все прекрасно понимают, у всех есть везде ответственные за цифру, все мечтают о том, чтобы был столько же ресурсов, как у Москвы. Прекрасно. Глеб, есть ли у тебя какое-то, например, наблюдений за эволюцией отношения к данным со стороны муниципалитетов, мэрии, властей, которые этими данными непосредственно владеют, и, скажем так, их желания в этом всем участвовать? Ну, я тут поддержу Карена, конечно же, потому что проникновение технологий, там, больших данных, и вообще зрелости, управления в этой сфере, значит, это производная бюджета, желания волшебных венков где-то сверху, да, и доступности информации. Значит, в Москве действительно совершенно отличный от всех остальных городов мира город, и России тоже. Я живу в Москве, и, конечно же, вижу, как много всего поменялось. Поменялось не только потому, что джерщики Яндекса добежали такие до чиновников и добились, да, от них чего-то, но в том числе потому, что в Москве в силу вот этих факторов бюджета, желания и того самого хайпа, о котором ты сказал, на самом деле в некоторых отраслях было бы хорошо, чтобы хайпа было побольше, может быть, там и инноваций было бы побольше. Так вот, в силу всех этих факторов произошел первичный такой сбор капитала в виде данных, больших данных, на которых действительно можно уже что-то делать. Я имею в виду, что можно действительно строить цифровых двойников, обучать модели нейронной сети. Это как раз тот массив, тот первоначальный капитал, без которого, собственно, и искусственный интеллект, и все остальные технологии будут мертвы. В Москве это произошло. Есть часть этих, скажем так, информационных технологий, которые естественным образом, рыночным, распространяются и на другие города. Ну, например, даже если мы знаем, что во многих городах России пока еще там первоначальный вот этот капитал не накоплен, и цифровизация не проникла во все светофоры в виде интернета вещей, но, например, компания та же самая Яндекс, как мы знаем, масштабирует Яндекс.Такси на многие-многие города. Да, как это происходит, есть платформа и есть пользовательские устройства. Да, есть автомобили с одной стороны, с другой стороны есть телефоны. И вот даже при отсутствии какой-то такой городской оснащенности датчиками, сенсорами, какой-то централизованной системой сбора данных, их анализа и управления, получается, что вот эта практика, основанная на действительно больших данных, которая в Москве опробирует, да, она масштабирует, тиражируется на другие города. Ну и таким образом также подтягивает и все остальное. То есть такая рыночная платформизация, которая тоже может быть тиражирована. И в этом смысле опыт Москвы, он не остается исключительно автономным. Он тянет за собой все остальные регионы. Вот хотя бы там своим примером. Но, естественно, в других городах, и мы тоже это видим, может быть, не напрямую, но через свою экспертную сеть, также происходит этот процесс. Я имею в виду процесс накопления данных и накопления технологий. Цифровые команды, цифровая трансформация есть сейчас везде, действительно. Их KPI в том числе как раз лежат и в наибольшей автоматизации, цифровизации. Я думаю, так или иначе, это одеяло, которое у нас лоскутное по всей стране, оно больше степени будет все быстрее и быстрее подсобираться, ну, не скажу, там прям к Москве, ну, в Подмосковье. Ну, да, по крайней мере, берут себе некую рулевую модель. Да, Андрей. То есть получается, что количество перейдет в качество. То есть мы набираем количество данных, которые в дальнейшем должны дать определенные качества цифровизации, определенные качества жизни, определенные качества новой реальности, новой жизненной вкладки. Тут ровно вот эта аналогия, вот эта максимума, я, кстати, хотел бы привести еще пример такой негативной коммерциализации персональных данных. Это в части злоумышленников, они очень предпринимательны, предприимчивы, активно используют те данные, которые для них доступны, поэтому, конечно, в значительной степени стоит вопрос там сохранения этих данных, особенно когда это касается биометрических данных, когда я вижу, я сильно вздрагиваю каждый раз, когда вижу инициативы отдельных экосистем по сбору биометрических данных, потому что понимаю, что это не руки государства, все-таки при всем при том. То есть биометрия, утершая, допустим, и попавшая в руки злоумышленников, несет существенные риски, потому что пользователю поменять биометрию, это прям нетривиальная задача. Ну вот, а данные все равно, тем не менее, они утекают и дальше-дальше используются для мошенничества, обмана, дипфейков и так далее. То есть очень много разных сценариев. Они монетизацию, кстати, проходят, этапы монетизации проходят на раз, но такое дело, что такая монетизация нам не нужна, никому не нужна. Довесит фактор риска и уязвимость для пользы. У нас где-то два эфира назад был большой эфир, который посвящен биометрии, и там выступали как раз и разработчики. Карен, кстати, тоже был участником этого эфира. Так вот, представители компании-разработчиков систем биометрии как раз были, ну, естественно, они выступают апологетами этого всего, и они как раз говорят о различных кейсах, например, внедрение умных замков на домофонах, которые открываются по лицу, по голосу и так далее, и так далее. Это как раз пример того, когда вот это все входит к какой-то городской инфраструктуре. Это как раз касается первоначального вопроса удобства и безопасности. Это действительно настолько удобно, что люди, конечно, начинают этим пользоваться, но зачастую это настолько небезопасно, что потом они могут пожалеть о том, что эти данные предоставили добровольно, причем сами и данные были, скажем так, скомпрометированы. Да, я, собственно, потому и задал вопрос таким образом, как сделать так, чтобы одно не задушило другое, и чтобы оно вдруг с другом существовало. Да, это все равно качи. Хорошо. Прозвучало волшебное слово «бюджет» и ресурсы, которые требуются для этого всего, и тут в чате тоже, кстати, пришло одно из таких вопросов о том, за чьи это деньги все делается, кто этим должен заниматься, и как вообще отыскивать ресурсы. Я никак не претендую ни в коем случае на экспертность в этом, но вот у меня есть такое представление, соответственно, подтвердите, пожалуйста, или опровергните, или добавьте, может быть, какие-то варианты, то существует некие два пути. Первый – это когда власти городские, муниципалитет, мэрия, которые являются обладателями этих данных, и заказчиками, и, по идее, теми, кто понимает нужды города лучше всего, они могут сами либо за свой бюджет, либо за заключением каких-то внешних подрядчиков выпускать какие-то собственные городские приложения, которые должны, по идее, делать жизнь людей легче. Второй путь, который лично мне, но, опять же, это лично мое мнение, кажется чуть более перспективным, если вдруг эти данные, ну, безусловно, если они не критичны, если они несут большие угрозы, делаются свободными. Свободными, открытыми, доступными по API, и тогда просто найдется куча живых умов, которые придумают, как можно сделать, например, какое-то приложение, которое, ну, сейчас фантазирую, которое использует данные о работе светофоров для того, чтобы выстраивать наиболее хороший маршрут, рекомендовать скорость и так далее, и так далее, и самим заняться в монетизации. Соответственно, городские власти просто делятся этими данными, сами не вкладываясь, но просто руками других энтузиастов, которые хотят просто делать на этом бизнес, тоже способствуют улучшению жизни гаража. Как вы думаете, какой из этих двух путей наиболее перспективен, находит большее практическое применение, или, может быть, есть какие-то еще пути, которые я опускаю? Опять же, вопрос ко всем, если у кого-то есть какие-то хорошие примеры. Смотри, Миш, ну, во-первых, тут надо все-таки разделять открытые или API. API открытым вряд ли может быть, потому что у API есть пользователь, который его определенным способом все-таки авторизуется, да? Давай я переформулирую, переформулирую, чтобы, так сказать, да, ты совершенно справедливая терминологическая такая коррекция. Имеется в виду, что эти данные, в принципе, становятся доступны тем людям, которые хотят их попросить и каким-то образом обоснуют свой интерес к ним, да? API — это просто инструмент, по которому он дает, но открыто я имею в виду не в том плане, что они лежат, вот просто, да, где-то приходи и бери, а в том плане, что они являются доступными по желанию. Значит, базовый подход, который и в Москве, и, в общем-то, в значительной части других городов, которые там наверхушки рейтинга умных, базовый подход — это мы строим экосистему. Поэтому все наши основные вещи, которые мы транслируем наружу на граждан или на бизнес, у них есть возможность этого доступа. Да, какую-то часть базы мы делаем сами, как, например, там какие-то госуслуги, но, например, информацию о движении транспорта мы отдаем наружу, информацию о загруженности мы отдаем наружу, аналитику с камер мы отдаем наружу, возможность записи там и так далее во всякие там госучреждения, поликлиники и так далее. У нас есть API, для этого, пожалуйста, пользуйтесь, если вас там нужно в какое-то встроить там какое-нибудь другое медицинское приложение, там или у вас там ДМС и так далее. А что мы не делаем? Мы не отдаем наружу то, что связано с безопасностью, будь то технологическое, общественное там и так далее. Мы не отдаем наружу то, что нельзя отдавать не в агрегированном виде. Поэтому, например, медицинские данные сырыми мы не отдаем, а вот различные результаты прогона на этих медицинских данных моделях мы отдаем. И отлично работаем там и с МедСи, и со Сбером, и Айтом, и так далее. Вот, причем по там многим, очень многим направлениям. Где вот эта граница проходит? Это тут, наверное, вопрос каждого, во-первых, города к себе самому, к действующему законодательству, и к, собственно, наличию этих партнеров. Потому что, ну, будем там честными, далеко не везде они есть. И если, например, какой-нибудь условный Дубай нормально относится к тому, что у него там инфраструктуру города делает, не знаю, компания Microsoft какая-нибудь. Честно, я не знаю, кто им делает. Сейчас я с потолка назвал. Но как бы в их парадигме это нормально. А в какой-нибудь парадигме другого, там, не знаю, в Шенчжене, это нормально никогда не будет. Москва, кстати, в свое время прекрасно сотрудничала с иностранными этих компаниями. Вот, ну, все имеет свойство заканчиваться. И второй момент, да, это, собственно говоря, ну, вот то, что называется способность или возможность, это не только бюджет, но еще и там state capacity. Насколько у города есть компетенции к тому, чтобы строить что-то на своей стороне. Да, руками подрядчиков, не вопрос. Но все равно на своей стороне. Ну, то есть здесь это скорее вопрос бюджета, идет ли он из города или он идет из частного кармана. Нет, Миша, это абсолютно не бюджет. Не бюджет, в том-то и дело. Это именно вопрос, вот мы возьмем, не знаю, город Лошанзелес, город, который там, один из американских там лидеров полного города в последние там несколько лет вырвался. Абсолютно все, что там делается, делается не просто руками частных подрядчиков, да, но и управляется, обслуживается ими, и вот эти приложения делают тоже они. У города нет персонала и ресурсов на это, и идеология построения власти такова, что их никогда и не появится. При том, что, может быть, это было бы даже дешевле. Но нет, город тратит деньги, бизнес эти деньги зарабатывает и дает услуги. Так построено взаимодействие. А в очень многих там городах Юго-Восточной Азии, совершенно обратная история, и в Москве тоже, есть в городе персонал, компетенции, возможности, инфраструктура, вычислительная, цифровая, соды и так далее. Они, да, что-то отдают на сторону, безусловно, многое отдают на сторону, но у них есть внутри компетенция, чтобы это все поддерживать и управлять самим. Поэтому, если какой-то подрядчик исчезнет, что-то с ним произойдет, он заменится, катастрофы в данном случае не произойдет. Это идеологически разные подходы, и ответа тут как бы, что у нас лучше капитализм рыночный или госкапитализм, да, это такая... Нет, это вот подход, это логика именно вот в эту сторону идет. Понимаю, я вопрос не так сформулировал. Я не говорил, что здесь должна быть граница, я не говорил, что здесь нужно приходить к какому-то полюсу. Я к тому, что очень много градаций. Я говорю, что это соотношение этих подходов. Очень много градаций от одного к другому, но в любом случае стремятся строить экосистему все. Потому что без построения экосистемы не очень понятно, зачем эти деньги тратишь. Тебе нужны компании, люди, которые создают добавленную стоимость на том, что ты сделал, и прибавляют в экономику города. Если этого нет, эти затраты бесполезны. Да, справедливо. Но кроме того, я бы, наверное, отметил, что здесь помимо возможностей, помимо экспертизы, инфраструктуру и вот той самой capacity, о которой ты говоришь, здесь еще вопрос очень большой про мотивацию. Зачем нам это делать? Собственно, большое количество тех самых американских компаний, которые ты упомянул, например, во многих городах американских та же самая система общественного транспорта целиком построена частными компаниями, в частности, система оплаты, включая и винтовые автоматы, и машины, и так далее, и так далее. Собственно, их сама мотивация основана не на том, что они получают, например, подряд от властей на то, чтобы это делать, а в том, что они сами часто выходят с идеей, дайте нам, пожалуйста, данные, мы сами решим, что мы с ними делать, мы сами решим, как на них зарабатывать, и как, собственно, создать какие-то приложения, работающие в этой экосистеме. Андрей, вижу твою руку. Да, я хотел бы добавить, что присоединяюсь, наверное, к ОРМ, я в некоторой степени верю в большие технологические компании, в экосистему, потому что их подходы, их новые технологии, прорывные технологии зачастую меняют жизненный уклад, в том числе и того же города. То есть как бы город автоматизирован, хорошо, но тем не менее появляются самокаты, которые врываются там в, казалось бы, налаженный быт и полностью меняют подходы к транспортной мобильности или те же самые беспилотный транспорт, или много примеров других технологий, которые существенное влияние оказывают на текущий жизненный уклад и меняют его целиком. Поэтому, конечно, вот такие предпринимательские инициативы, конечно, со стороны государства организационные, они правильные и важны, но надо понимать, что мы живем в динамичной среде, и все равно будут появляться новые технологии, которые будут делать там новые ответы, новые, формировать новые правила. То есть это будет и роботизация, и персонализация, и геймификация. То есть могут быть совершенно разные подходы, совершенно разные технологии, которые будут менять наше представление о том, какой город считать умным, а какой город считать уже устоевшим. Понятно. Почти час мы в эфире уже. У меня есть, на самом деле, еще два важных вопроса, которые я хочу задать, а потом, наверное, мы можем перейти к каким-то вопросам, комментариям со стороны наших гостей сегодняшней встречи. Спросить я хотел вот что. Это такое продолжение разговора, наверное, о ресурсах и о некой скорости развития. Дело в том, что, скажем так, город реально, его, скажем так, коммунальное хозяйство, транспорт и так далее, это отрасли достаточно консервативные. Несмотря на прогрессивных чиновников, несмотря на новые опыты, несмотря на эксперименты и интересные примеры мировые, это все-таки достаточно консервативная отрасль. Говорю это как выпускник грифтегазового института, который какое-то время проработал в газовой отрасли. При этом то, что касается цифровой части, меняется довольно быстро. И люди, которые в ней работают, обладают как будто бы немножко другим майнсетом. Так вот, здесь, наверное, два подвопроса. Первый, как это все пожалеть, этого ужаса, этим ежом. Во-вторых, ну, скажем так, мы имеем дело с двумя поездами, которые едут с разной скоростью. У них совершенно разные экономические циклы, у них совершенно разные периоды амортизации, у них совершенно разные циклы принятия решений. Если купленное оборудование, например, для насосной станции, которая поставляет тепло от котельной, квартиры, должно проработать 20 лет, то, ну, странно, например, иметь какую-то, не знаю, программу, которая 20 лет не обновляется. Так вот, каким образом мы можем держать этот баланс сопряжения физического мира с вот этими вот цифровыми двойниками или системами управления цифрового, системами умного города, при том, что у нас настолько разные скорости и настолько разные временные циклы обновления оборудования, амортизации, списания, закупки нового, как эти два процесса дружат между собой, как они женятся. Знакома ли вам эта проблема? Глеб, ну вот ты долго не выступал, может быть, слышал что-нибудь о подобном. Это такой очень философский, очень концептуальный вопрос, но тем более я, наверное, хотел бы что-то услышать от тебя. Да, ну, действительно, философский, психологический вопрос. На самом деле для меня это вопрос, не вопрос сопряжения двух каких-то альтернативных технологических парадигм, да, потому что физическое и ментальное у нас в головах прекрасно сосуществует. Наши тела как бы были разработаны очень давно, миллионы лет назад. Но что нового у нас появилось по сравнению с теми, кто тоже был разработан миллионы лет назад, но пока еще, по нашим оценкам, не настолько дотягивает до нашего мышления и ума, приматов, которые не стали управлять поездами и не звонить по сотовому телефону. Мы обновили какую-то систему, опять же, управления и принятия решений. То есть сборы обратной связи, обработка данных и, соответственно, уже высшие уровни мышления и принятия решений. Вот это у нас качество новое. Это не требует, на самом деле, замены всего оборудования в том же информационном коротком цикле, как это требуется для обновления какой-нибудь программы, которая еще и имеет дело с безопасностью. Когда она имеет дело с безопасностью, там возникает куча новых угроз, которые обновляются примерно в таком же коротком цикле, как вирусные паразиты на человеческом теле. Ну, мы с этим справляемся. Умный город с этим тоже прекрасно может справиться. И вопрос не в том, чтобы заменить полностью систему физическую, там, старых ливневок, сколько обновить сам процесс и заменить систему связи между вот этим уровнем физической составляющей, или какой-то нижележащей физической составляющей и более верхними уровнями. Связи между ними должны быть там оцифрованные, ускоренные и оптимизированные и постоянно иметь возможность обновления, софтизация киберфизического уровня, как есть такой термин, киберфизический. Можно это сказать. На мой взгляд, тут противоречия никакого нет, и мы можем с этим справиться. Города могут с этим справляться. Конечно, хорошо, да, вот как Карен упомянул, что некоторые города сейчас начинают появляться с нуля. Пром скретч, да, что называется там в Южной Корее. Какими они будут к 30-му году, там, сказать сложно. Будут ли там вообще дороги, да, для автомобилей или там только для самокатов. Не знаю, время покажет. Ну, старые города или там привычные нам города, тем не менее, будут жить еще долго, и в них может действительно много что поменяться, но что-то останется старым. Если это работает, не надо это сильно трогать. Андрей, Карен, есть ли что добавить по этому вопросу? Про два поезда, едущие с разной скоростью. Добавлю небольшой комментарий по той части, что проблема-то на самом деле не нова. Да, то есть проблема так называемого цифрового неравенства. То есть она имеет даже собственное название и обсуждалась на уровне ООН, применительных странам. О том, что страны имеют разные скорости, разные этапы развития технологического и так далее. Если смотреть на это в рамках одной страны, то он точно так же применим. Но здесь на самом деле вопрос того, что неравенство по определенной степени есть, его можно снижать такими определенными цифровыми программами, но самое главное – это не допустить информационного неравенства. То есть доступ к знаниям, доступ к библиотекам, доступ к информации должен быть в максимальной степени равным для всех регионов страны. Потому что если у тебя отсутствуют какие-то сервисы, это меньшая беда. А если у тебя по-разному обучаются люди, то это совершенно большая беда. И вот такое неравенство, конечно, нельзя допускать. Здесь нужно иметь определенную, скажем так, технологию, развивать технологию доступа к сети интернет, чтобы он был доступен даже в самых отдаленных уголках страны. И это вопрос уже действительно людей, знаний, развития и так далее. Это ключевой вопрос. Я бы тоже добавил маленькую ремарку, что на самом деле, поскольку один из наиболее важных и популярных сценариев внедрения того же искусственного интеллекта – это predictive maintenance, собственно, оценка состояния физической инфраструктуры и необходимости поддержания ремонта. В этом смысле у нас цифровой слой, он призван как раз давать новую жизнь слову физическому. И значительное количество технологий, которые внедряются, по сути, они меняют не физическую инфраструктуру как таковую, они вносят небольшой цифровой элемент, который фьючер-пруф, который можно будет обновлять и что-то делать, у которого есть понятный горизонт жизни, и он отличается от горизонта жизни самой системы. И он, в идеале, для человека, который обслуживает это все, он вообще не виден и не заметен. То есть, грубо говоря, есть у нас там обходчик путей в метро, 20 лет назад он ходил и стучал, проверял. Сейчас он с телефоном ходит. Сейчас он ходит с телефоном, который там на камеру снимает, когда что-то не то, ему там сигнал. А еще раз в месяц проезжает поезд, в котором оборудование специально стоит. Такой рельсовый дрон. Да, у него принципиально работа не поменялась. Вот инструмент поменялся, а работа у него, в общем-то, та же осталась. И это на самом деле такой идеальный мир, как мне кажется, который и позволяет, во-первых, который, во-первых, говорит о том, что на самом деле нет никакого там замещения искусственным интеллектом работников. У них инструменты меняются. И даже на самом деле компетенции-то те же самые остаются. Им надо научиться новым инструментам работать, а так они по большому счету то же самое делают. И это в том числе позволяет избежать ошибок, скажем так, первой волны цифровизации, когда устаревали компьютерные системы, и заменить их никак было нельзя. Потому что слишком закрытые системы были. Слишком закрытые. Вот ты ее вытаскиваешь, а тут дощечку дженги, и башня падает. Понятно. Да, спасибо. Это как раз, кстати, частично ответ на вопрос. Вот и твой комментарий, комментарий Андрея, частично ответ на один из комментариев в чате про излишний отрыв инноваций в Москве и большой разрыв с регионами. Но тут я хотел бы отметить, что на самом деле очень часто одним из тестовых регионов, где очень многие внедряются технологические системы, которые затем находят свое применение в других регионах России, это Татарстан, а не Москва. Там появилось огромное количество самых разных систем, включая и видеонаблюдение, и так далее, и так далее, которые только потом, после отработки, появились в Москве. Поэтому тут далеко не все так предсказуемо и не так очевидно, как может показаться с отрыва Москвы. Ну, хорошо, и, наверное, еще один вопрос я бы хотел задать, уже, наверное, такой чуть более общий, потому что мы потихоньку движемся к концу, и потом откроем возможность нашим гостям задать вопросы. Частично мы, кстати, его затронули. Это про, так сказать, старое наследие, которое сталкивается с необходимостью жить какой-то новой жизнью и цифровизовать. Я когда готовился к эфиру, я почитал несколько интервью тех специалистов, которые считаются экспертами в области цифровизации или которые работали как раз над какими-то большими проектами цифровизации городов, создания умных городов. Ну и вот они, собственно, там отметили, что одна из самых больших проблем это как раз взять старое наследие этого старого слона и заставить его танцевать под новую дудку. Особенно в таких городах, как, например, условный Париж, в котором, как известно, одна из самых старых в Европе канализаций по своему устройству, которое там осталось чуть ли не еще не по чертежам от каких-то древних римлян. Лежит в прототипе, по крайней мере, этого всего. И новые города — это прекрасно. Они действительно будут создаваться. Тот же самый корейский Янчон, который там целый отдельный остров будет создаваться совершенно с нуля. или новый город, который создает Тойота экспериментальной по своим каким-то технологиям, который будет, собственно, вот этим всем. Но Рим, Париж, Москва, Санкт-Петербург никуда не денутся. И они останутся центрами, останутся главными, скажем так, точками притяжения людей. Насколько, скажем так, возможно научить старого слона новым трюкам? Вот как вы относитесь к этой? Что вы думаете об этой проблеме? В любом порядке тоже. Мне кажется, тут очень много зависит от того, насколько лит слону и насколько он старый. И от тех трюков, которые мы хотим ему обучить. Ну, на самом деле, я чувствую, куда ты клонишь. Между действительно есть, наверное, некий предел развития физической системы и обновления. Если это действительно было там заложено много сотен веков назад, например, или залегает под землей, а, например, транспортную инфраструктуру на поверхности города нам переделать гораздо проще. Ну, допустим, мы понимаем, что у нас там выросли новые районы, в соответствии с ними меняется дорожная сеть, не только прям лежащая на поверхности, но и там второе, третье уровни, их там заменить гораздо легче. Это сильно может повлиять на возникновение диссонанса с какими-то нижележащими структурами. Вот если в этой связи говорить, действительно, наверное, можно упереться в какой-то там предел устойчивости. Но, скажем так, кто сказал, что все наши города, в которых мы живем, будут жить вечно. История знает разные варианты. Если в 2030-35 году мы понастроим с нуля кучу хороших городов, которые перенесем в столицы, или, например, крупные офисы, крупных бизнес-компаний, как вот недавно есть такая инициатива, возникла. Пожалуйста, пусть «Газпром» в Питере заседает. Может быть, потихонечку мы рассредоточим точки протяжения летиши, и не так это будет важно. А там будет новая, замечательная, устойчивая, с долгого и выше, с коротким циклом обновления физическая система, которая будет основана на обработке данных не только внутри этой системы, ну и большой какой-нибудь региональной экосистеме. Тут я добавлю небольшой комментарий. Это, безусловно, только мое мнение. Я, наверное, позволю себе его. Я просто не очень верю, честно говоря, в долгую жизнь искусственных городов. Есть такой очень хороший и замечательный, крайне рекомендую, писатель-фантаст Клиффорд Саймак. У него есть целый роман, который называется «Город». И потом он рассуждает о его природе, о том, как он возникал, и что это вообще такое, что вообще заставило людей, расселённых в поле, вдруг скучиться, и жить на головах друг у друга. Ну и вот, собственно, он там приходит к выводу, что это какой-то такой очень естественный процесс, который, ну, собственно, которым движет некая вот необходимость людей собираться в одной точке. И что сделать это искусственно, и куда-то это всё перенести, далеко не всегда возможно. И, в общем-то, пример очень многих искусственных городов, которые создавались с прицелом на некое такое вот светлое будущее, они, в общем-то, это всё показали, начиная от Бразилии, да, и заканчивая, например, Туркменистаном, в котором я в первый раз бывал в прошлом году. Это, конечно, самый яркий пример такого большого музея под открытым небом, который, собственно, в который превратился один из проектов их города, специально созданного по столице. Ну, это, я, безусловно, не претендую на некую экспертность в этом. А Карен, Андрей, есть ли вам что по этому поводу добавить? Ну, смотри, всё-таки, конечно, так, но у нас есть Китай, да, ну, прости, Шэджин 50 лет назад был рыбацкой деревней. Ну, правда. Вот тебе... Не совсем, не совсем корректно, потому что здесь как раз пример возникновения той самой внешней силы, которая привела к возникновению города. То есть, грубо говоря, и Сингапур, и Дубай, и все прочие, они просто были... Но всё равно это в первую очередь... ...правильно расположенными городами, куда... Но это проект развития, это современный проект развития территории. Город там построен не ради того, чтобы город построить, да, а как бы как понятная экономическая единица. И масса есть там, мест на земле, где подобные проекты могут реализовываться в рамках как бы программы развития территории, в рамках понятного экономического плана, а не то, что давайте столицу новую построим, потому что нам хочется, чтобы красиво было. Просто, ну, примеры. Да и сам Сингапур, в общем-то, тоже. Не без этого. А вопрос тут вот... Я так издалека зайду. Я очень люблю... Город такой есть в Испании. Кадис называется. Там есть археологический музей. И ты... Ну, там... В лифте спускаешься вниз под землю на 20 метров. Вот, выходишь, и там потом вот такое... По кругу такая рампа идет наверх. И ты идешь, и у тебя там на стенах подписано. И видны слои археологические. Вот здесь вот... Это 5 тысяч лет назад. А вот здесь 4. А вот здесь 2. А вот здесь... Там 500-й год. А вот здесь это. И город существовал всегда. Абсолютно всегда. Мы недооцениваем возможность изменения городских территорий. У меня был абсолютный шок, когда я посмотрел на фотографии там некоторых американских городов буквально 100 лет назад. Потому что они вообще по-другому выглядели. Абсолютно. Там плотная застройка. Совершенно другое городское хозяйство. А сейчас там хайбэи. И все. И они тоже исчезнут рано или поздно. Поэтому пока город есть как живой экономический механизм, они будут расти, меняться и развиваться. Когда этот механизм умирает по каким-то причинам, как в каком-нибудь, не знаю, Детройте, тогда у нас появляется интересная развилка. С одной стороны, мы можем... Вот все, он достиг этого момента, когда никаких изменений цифровизации очевидно совершенно не нужна и быть не может. С другой стороны, можно же все просто тогда и... Можно посносить все, чертова мать. И придумать ему новую сущность и новую жизнь. И такое тоже происходило в истории многократно. Когда-то в результате войн и эпидемий, когда-то в результате вполне себе мирных процессов экономических в том числе. Гарфаген должен быть разрушен. Совершенно верно. Андрей, если тебе что-то дам. Я прокомментирую тоже немножко издалека, как бы немножко, ну, как бы не уходя в философию, но тем не менее вот в те вещи, которые мне хотелось бы озвучить, касающиеся жизненного уклада. Потому что город – это фактически место компактного проживания и компактного трудоустройства людей. То есть люди шли за лучшей жизнью, за гарантированной работой, за хорошей инфраструктурой. И это, в общем-то, позволяло развиваться городам и, соответственно, эволюционировать и вот дойти до того этапа, который мы говорим про цифровизацию. Но опять-таки для кого? Для людей, для занятых людей. А сейчас возникает новый тренд, который отмечается в том числе среди молодежи, поколения Z. И мы уже слышим про то, что появляется так называемый среди 15-29-летних людей движение «нет», не «ет» с двумя «е». Это «ноу эдукейшн», «ноу эмплоймент», «ноу трейн». То есть люди, которые отказываются развиваться и двигаться, и трудоустраиваться, и заниматься какой-то активностью, деятельностью, кроме получения удовольствия от жизни, от прекрасного. Они ждут, когда исполнится их мечта и пойдет работа, которой не нужно работать, а которая будет прямо вот сама органично вписываться в их жизнь. И таких людей, как ни странно, я бы сказал, что мало, но статистика показывает 23,5% по некоторым исследованиям. То есть это такой действительно существенный тренд, тревожный, потому что а кто работать-то будет в будущем в городах? Соответственно, возникает вопрос частичной занятости, создания удобных форматов всевозможных для такой работы. Поэтому города, конечно, здорово. Мы планируем какие-то развития, предполагаем инрациональность процессов, а они могут зачастую зависеть и от технологических трендов, и от трендов поколений, и от неких мировоззренческих взглядов молодежи. То есть на самом деле все это очень живая экосистема, которая действительно требует, наверное, постоянного изучения, постоянной коррекции, постоянного... Все это должно быть на кончиках пальцев, иначе мы упустим и не поймем, какое будет будущее, как оно будет дальше жить. Спасибо большое. У нас час двадцать уже почти идет наш эфир. Я думаю, самое время дать возможность нашим гостям дать какие-то комментарии для задания вопроса. Если у вас есть вопросы или комментарии, поднимите, пожалуйста, руку, я дам вам слово, и можно будет озвучить, соответственно, вопросы или комментарии. Так, я пока посмотрю чат. Так, вижу... Да, Анастасия, да, пожалуйста. Представляйтесь, пожалуйста, и укажите, кому из спикеров вы задаете вопрос или всем вместе. Здравствуйте, меня зовут Степанова Анастасия. Вопрос, наверное, ко всем, потому что он такой общий и интересный мнение каждого, наверное. Вопрос следующий. Когда мы говорим о развитии умного всего, да, умного города в частности, мы концентрируемся на преимуществах, которые такой мир может дать. И не без оснований, но почему тогда каждая научная работа, например, вот в этом направлении, или каждая конференция, в том числе не только научная, но и бизнес-конференция, просто изобилует такими негативными сценариями о наступлении точках технологической сингулярности. И, там, не знаю, Стивен Хокин говорит, создание искусственного интеллекта конец человеческой расы и так далее. Почему мы концентрируемся на негативных сценариях? Спасибо. Ну, я, наверное, скажу, что этот вопрос не совсем применимый непосредственно к умным городам, да, это вообще... Это базовое когнитивное искажение. Это базовое когнитивное искажение. Мы переоцениваем негативные риски, недооцениваем позитивные. Мы всегда, если у нас есть негативная сторона, даже если мы, во-первых, в принципе не умеем оценивать риски, но если у нас есть негативный риск, достаточно, как нам кажется, большой, мы всегда будем гораздо больше этому внимания. Просто когнитивное искажение. И оно работает абсолютно везде. Основные риски всего от того, что есть в основном на городах, это кибербез. И, ну, так мы будем условно говорить про риски для гражданских свобод. Ну, они не везде применимы. Ну, я бы добавил, наверное, возможно, недостаточную гибкость как раз в точке сопряжения, скажем так, цифрового дневника и его некое физическое воплощение. Но в целом, да, я согласен. Это то, что досталось нам от наших давних предков в нашем рептильном мозге. И ночью мы, прежде всего, прислушиваемся, не шевельнется ли медведь в кустах в большей степени, чем слушаем прекрасные длинни и соловьё. Это, в общем-то, то, что позволило нам дожить до сегодняшних дней в текущем виде. Вероника Носова, вижу вашу руку. Пожалуйста, кому вы хотите задать вопрос и ваш вопрос. Здравствуйте. Я бы хотела вопрос задать всем спикерам. Он заключается, ну, он такой, более на размышления. Мне хотелось бы узнать, какое у вас мнение по следующему вопросу. Как мы знаем, у любого прогресса есть некий цикл. Ну, и все цивилизации, тем не менее, падают. Они всегда приходили к одному итогу. И мы видим, что в настоящее время у нас достаточно активно развивается вся цифра в стране, в том числе. То есть Россия, на самом деле, очень хорошо себя показывает. У нас налоговый орган с Мишустином. Прямо впереди планеты всей. Они прям все на цифровизации находятся, и там они НДС отслеживают как-то. Ну, не пропадет ни одна запятая. И, собственно, вот было оглашено, что те же самые рельсы раньше провел человек, который ходил там, стукал кулачком, и все. Сейчас у него есть телефон для этого. И таким образом наш прогресс ведет нас к тому, чтобы облегчить человеку жизнь. Но при этом человек на самом деле неправильно использует данные преимущества. И, как мне кажется, человек деградивый. То есть, если раньше надо было пойти в библиотеку и прочитать 15 книжек, то сейчас мы двумя пальцами можем в гаджет вбить вопрос и получить ответ, не углубляясь в проблему. Плюс искусственный интеллект, который нам уже за нас напишет какой-то готовый текст. И, соответственно, если у человека спросить, а как вы добываете электричество, то навряд ли кто-то сможет ответить, как оно на самом деле появляется. Соответственно, ждет ли нас момент того, что мы все массово уедем жить в деревню или куда-нибудь в те места, где как раз таки Африка условная, отсутствует понимание слова телефона, интернет и все к этому подобное. То есть, мы сейчас стремимся, да, но на сколько нас хватит? Спасибо большое. Я читал похожие рассуждения и, кажется, они сейчас называются концепцией нового средневековья. Хочет ли кто-нибудь на это ответить? Ну, в принципе, отчасти я уже комментировал, это когда говорю про поколение нет, вот, которое совершенно обладает другими ценностями, смотрит совершенно по-другому на мир и, в общем-то, не разделяет там пятилетку за три года наше бывшее представление о прекрасном, о том, что работать нужно тяжело, долго и желательно даже будучи пенсионером, вот, а совершенно, имеет совершенно другие ценности взгляды на жизнь и если согласно работать, то тиктокером или инфлюенсером, вот, или, как ни странно, сразу пойти преподавать, потому что там большие каникулы, то есть, очень разные подходы у людей и разные взгляды, почему-то преподавать, они считают это вот такой легкой работой, хотя, на самом деле, видимо, Косты это дело не пробовали в своей жизни. Вот, поэтому, да, действительно, жизненные уклады меняются, меняются подходы и взгляды людей и, ну, конечно, это все будет развиваться и будем посмотреть, как это все будет. Что-нибудь еще? Я бы, знаете, как я за Африку что-то стал переживать, мне кажется, довольно неплохо с телефонами и даже с интернетом. Есть куча, на самом деле, программ интернетизации африканских городов и стран. Ну, мобильные связи, они, мне кажется, обеспечены неплохо. Ну, понятно, что там тоже очень все неровно, вот, но в основных центрах цивилизации более-менее все нормально. А по поводу заката цивилизации, ну, нормально, по-моему, что какая-то цивилизация, ну, сейчас, смотрите, какая-то цивилизация закатывается, другая выкатывается, но сейчас сцена для этих цивилизаций, она настолько стала, ну, если не меньше, то обозримее, что ли, да, раньше там Китай был там, Европа здесь, как-то это все было далековато, а здесь, сейчас у нас единая сцена такого глобального миропорядка, и не сразу заметят, что какая-то цивилизация исчезла, а какая-то появилась. Я думаю, это происходит гораздо чаще, чем мы себе это представляем, ну, бояться, наверное, это не стоит. Какие-то люди, вот Андрей говорит, есть поколение, нет, поколение еленивцев было всегда, и, в общем, они, они заняли свою нишу экологическую на деревьях, нормально сосуществуют, никакой проблем очень простая экономика, которая считается формулами, да, есть, есть еда, ну, едят, нет еды, но они работают. Вот, иногда возникают такие персонажи, как там Лев Николаевич Толстой, да, когда, в общем, мог не работать, но работал, создал много прекрасного, прекрасных ценностей. То, что сейчас много людей могут работать инфлуенсерами, блогерами и так далее, я бы сказал, что это, наверное, скорее хорошо, потому, это значит, что мы глобально создаем очень много добавленной ценности, которая позволяет, ну, там, в целом, может быть, меньше работать. Разве это не то, за что боролись наши отцы, деды и более отдаленные предки? Трехдневная рабочая неделя, я вот давно об этом думал. Ну, спасибо большое, Глеб. Я соглашусь, наверное, Вероника, вы, вероятно, сделали свой вопрос чуть более провокативным, чуть более дискуссионным, возможно, вы сделали это намеренно, но есть, скажем так, некие патологические константы, которые отмерялись на очень больших временных рядах, если мы посмотрим не текущее поколение, а поколение на два, на три, на пять назад, мы увидим, в общем-то, абсолютно такую же картину, и если увидите, например, какие-нибудь карикатуры начала века, начала 20 века, вы увидите, что очень многие взрослые люди того времени ругают молодежь за то, что они сидят, откнувшись в книжке и не видят белого света и совершенно вообще проводят время точно так же, как современная молодежь в телефоне. И, собственно, точно такой же вопрос, если вы спросите кого-нибудь поколение ваших родителей или ваших дедушек или более старшие, если вы сможете с кем-то из них поговорить, и точно так же зададите вопрос о том, как порабатывается электричество или как получают антибиотики, далеко не факт, что вам смогут ответить люди, которые всю жизнь провели в библиотеках. Это просто, ну, скажем так, некое разумное распределение общего знания по тем людям, которые им интересуются. И разумное распределение, скажем так, опять же, общей мотивации, которая свойственна людям именно в тот момент, когда им непосредственно нужно решать какую-то проблему, а не во все остальное время, которое они могут действительно проявлять в том, скажем так, тем способом, которым им, кажется, будет хорошо проявляться. Так, у нас, наверное, есть время для двух последних вопросов. Я вижу два последних, два вопроса как раз в чате. Я думаю, что как раз мы их зададим и будем потихоньку сворачиваться. Один из них, как вы думаете, чего не хватает остальным российским городам, кроме Москвы, для использования бигдата во благо горожан, помимо денег? Ну, частично этого вопроса касались, но я думаю, что здесь будет удобно, учитывая все, о чем мы сказали, провести, наверное, краткое резюме, куда смотреть и чего желать мэриям, муниципалитетам других российских городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, как вы думаете? Пару советов. Я дам один образование. Ну, в смысле, образование в широком смысле как компетенция. Просто надо обучать, обучать своих сотрудников как можно больше. Данные будут, если там, ну, если хоть какой-то бюджет есть, это можно раскручивать, знаете, маленькими циклами. Но если люди не понимают, как с этим работать, да, вот я привожу пример на лекциях по большинам данным туризм, да, прекрасно, можно купить сервис у любого российского там телекома-императора, профилирование туристов, дашборд, значит, интерактивная карта. Ну, можно купить, распечатать на три, повесить себя в кабинете. Очень красиво, можно отчитаться, применять, ну, только в красоту, да, вот, ну, но если ты понимаешь, что с этим делать, ты можешь на этом действительно улучшить жизнь своих граждан и применить эти бигдаты, бигданные в больших, в больших целях. Карен, Андрей, хотите? Есть еще второй момент, кроме обучения, безусловно, есть вопрос обмена опытом. Не очень у нас много площадок, где мы там по мере сил стараемся такой быть, где именно вот там представители там регионов, да, которым опыт Москвы не то чтобы сильно актуален, могли бы обмениваться опытом и какими-то лучшими решениями, которые они внедряют и делают в рамках тех ограничений, которые у них есть. Это такой большой-большой вопрос. И да, он, к сожалению, зачастую мешает тому, что в публичном поле все привыкли отчитываться о каких-то победах и проектах, а проблемы говорить не очень любят. Ну, как-то, в общем, потихонечку будем эти моменты помогать всем решать. Андрей, за ты твоего опыта и безопасника, и сейчас специалиста по, скажем так, кадрам и рабочей силы. Можешь ли ты что-нибудь добавить? Я сказал бы, что со стороны кадров, понятно, это действительно обучение, это действительно нужно на ранних этапах учить предпринимательству, причем начинать, наверное, даже со школы, определенные стартапы и принципы предпринимательства, закладывать там у детей, чтобы они пробовали и не боялись, на самом деле, проводить эксперименты. А с точки зрения города, здесь, на самом деле, на мой взгляд, помогло бы грантовое финансирование вот именно таких стартапов по использованию данных, по использованию именно той даты, которую располагает город. Причем сделать это целевым образом, понимая ключевые инфраструктурные проекты или проблемы города. Если город туистический, то, может быть, туистические данные будут особенно ценные, монетизированные. Если это город с промышленными определенными, скажем, промышленными строями, промышленным приоритетом, то здесь, соответственно, рассматривать и поощрять предпринимательские инициативы, направленные на улучшение экологии или улучшение производительности и так далее. То есть, вот как бы за все хорошее получилось, конечно, мой ответ, но, на мой взгляд, все-таки город должен быть взять средства целевым образом на такие программы, на песочницы, на инициативы, именно по использованию цифровой даты, именно непосредственно данных города. И последний, наверное, вопрос. Тут также в чате просят оценить, ну, насколько это возможно, конечно, современные проекты создания умных городов, как раз тех самых искусственных, созданных с нуля, таких, например, как Сберсити или Доброград. Если вам что-то о них известно, то, ну, я понимаю, что их довольно сложно оценивать, потому что по каким критериям, да, но, наверное, можно попытаться соотнести некую декларируемую задачу и то, что получилось на выходе. Если вы, конечно, сможете посмотреть на это... Ну, Сберсити еще не то, чтобы построен. Сберсити сложно оценивать, потому что он строится пока. Доброград — это все-таки, ну, не то, чтобы там... Ну, там есть какие-то решения, насколько я помню, по умному городу, но это, скорее, это так, концепция там другая. Тут, наверное, интереснее было говорить про умные города Росатом. Вот это вот, например, они пусть немножко закрытые, но там, на самом деле, это реально полигон обкатки решений, такой, который мало где еще в России реализован. И который Росатом предлагает, когда заходят в страны другие и продает туда атомные электростанции. Это как бы общая такая у него модель дополнительных сервисов, скажем так. Да, да. Вот. Из того, что я слышал про Сберсити, мне кажется, что это в некотором смысле полигон, а не город. Ну, то есть понятно, что, во-первых, это район Москвы, да, это полигон каких-то определенных решений и полигон для сбора данных в том числе. Там много чего интересного относительно управления как раз ЖКХ. то, что, наверное, не то, что сложно, невозможно внедрить без прям строительства с нуля. Там по энергоэффективности, по, в принципе, тому, как организовано энергоснабжение, водоснабжение там и так далее, вывоз мусора. То есть это все неприменимо к существующему городу. Для этого всего нужна другая абсолютно физическая инфраструктура. Это интересно, но это полигон. Это пока, это очевидно, прям очевидно то, что может быть потом где-то воспроизведено, и потом посмотрим, насколько оно будет успешно. Ну, собственно, наверное, оценивать его можно именно как полигон. Тут же, собственно, я же говорю просто, поскольку нету критериев оценки, никто пока не сделал это в колу. Наверное, самый очевидный способ это соотносить декларируемую задачу и что в итоге получилось. Хлеб, Андрей, есть ли вам что добавить? И будем завершать. Ну, я просто добавлю, хорошо, что такие проекты появляются. То есть это, в общем-то, инициатива экосистем, которые делают витрину, которые показывают, как их технологии реализуются на практике. Вот. И, на мой взгляд, это очень правильный путь, показать, как это работает, какие возникают экономические эффекты от, соответственно, вот работа такого города от его инфраструктуры. В общем, лучший способ убедить остальных, показать, как. Только приветствуем. Я вот это поддержу. На самом деле, это действительно такие экспериментальные полигоны, и нет никакой необходимости их воспроизводить целиком, да, от начала до конца. Там тестируется огромное количество совершенно разнообразных, сопряженных между собой и не очень технологий и процессов. И если какой-то процесс будет признан не очень удачным, а другой вполне удачным, да, там какая-то система организации, движения или другой же деятельности, то вот ее можно диражировать на обычные города. Не обязательно сразу весь город делать умным. Ну, по частям. Логично. Ну да, собственно, процесс обучения всегда ступенчатый. Спасибо вам большое. Я думаю, что будем завершать на этом эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok